Привет всем гостям и подписчикам, меня зовут Сергей Пономаренко, рад видеть вас на канале Медуза Чайна Гаджет. И прежде чем начать, хочу попросить вас подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Эти два клика отнимут вас не больше секунды, но тем самым вы очень здорово поддержите мой канал. Китайская компания Oukitel показала свой новый защищенный смартфон Oukitel VP19. Самая главная особенность новинки это без преувеличений внушительный аккумулятор емкостью 21000 мАч. Производитель заявляет, что одной зарядки батареи хватает на 122 часа звонков, до 123 часов прослушивания музыки, до 36 часов просмотра видео или до 2252 часов или 94 дней работы в режиме ожидания. Новый неубиваемый смартфон получил Full HD дисплей диагональю 6,78 дюймов с частотой обновления 90 Гц. Внутри аппарата заявлено наличие 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. Сердцем Oukitel VP19 будет процессор Mediatek Helio G95. Это уже не новый, но проверенный 8-ядерный чип, который изготавливают по 12-нанометровому техпроцессу. Кроме того, чип оснащен графическим ядром Mali-G76 частотой 900 МГц. Основной блок камер устройства получил 64-мегапиксельный сенсор. Компанию ему составляют 2-мегапиксельная макрокамера и 20-мегапиксельный датчик Sony Night Vision с поддержкой ночного видения. На фронтальной стороне устройства расположился 16-мегапиксельный датчик селфи-камеры. Есть, конечно же, и темная сторона луны, этого пауэрбанка с функцией телефона, о которой, между прочим, принято молчать в компании. Это быстрая зарядка. Но быстро ее можно назвать разве что для телефонов с батарейкой на 4000 Ач, но никак не для 21000. 33 Вт это максимальное число, увы. И заряжаться такая махина будет при самых лучших раскладах очень долго. Тут уже придется выбирать или быстрая зарядка, или очень долгая разрядка. Но вернемся от лирики к сухим фактам. Смартфон Oukitel VP19 поддерживает установку двух сим-карт. Имеет модуль NFC и Bluetooth 5.0. Современные сети 5G новинка, к сожалению, не поддерживает. И это еще одна небольшая темная сторона луны. Также имеется 3,5-мм аудиоразъем. Корпус аппарата имеет сертификаты защиты IP68 и IP69K. То есть смартфон можно ронять, купать в воде, в том числе вести подводную съемку. Но тут уже вопрос к качеству камеры. Oukitel VP19 работает под управлением операционной системы Android 12. Новинка уже доступна на Алиэкспресс, но ценник еще не официальный. Дождитесь официального старта продаж и я вас уверяю, что он как минимум в 2 раза будет ниже, чем он есть сейчас. Напишите ваше мнение в комментариях по поводу этой новинки и не забудьте подписаться на канал. С вами был Сергей и канал Медуза Чайный Гаджет. До новых встреч, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!